Выпуск новостей продолжит рубрика «Губерния. Все 20 лет». Все новости 21 декабря, которые проходили в эфире нашего телеканала, подготовил Вячеслав Коренев. Слава, здравствуй. Добрый день. 21 декабря. Ну, начнем, я думаю, с самого тревожного. В 2005 году в этот день до Хабаровска дошло бензольное пятно из Китая. О котором говорили неделю, да, и оно наконец дошло, и все стали массово покупать воду. Ну да, потому что перегрылись тогда вообще водозаборы, сказали, что воду нельзя даже кипяченую пить. В 2007 году вышел фильм «Ирония судьбы 2». Не смотрела, но и говорят, и не надо было. Слава богу, что ты не смотрела. Я вот хочу сделать так, чтобы я забыл этот фильм. Серьезно, так плохо все было. В 2010 году хорошая новость. Мы подвели итоги телемарафона еще первого. Да, это был самый первый телемарафон с адресной помощью детям, и мы собрали тоже приличное количество средств. Смешно, что ровно столько же. 5 миллионов 600 тысяч рублей. Да ты что? Да. С учетом инфляции, наверное, все-таки не скажи. Ну да. Ну и в 2012 году был конец света, по одной из версий. Ну их было много. 21-12, да. Да. И в 2003 году в этот день заработал определитель номера в хабаровских отделениях полиции. До этого момента любимым развлечением хабаровских подростков было звонить в милицию и разыгрывать стражи порядка ложными сообщениями о происшествиях. И хотя впервые определители номера звонящего появились у хабаровчан уже в середине 90-х, такую систему в отделениях милиции, тогда еще милиции, смогли установить только в 2003-м. Называлась она «Диффинити» и обошлась бюджету в 2 миллиона рублей. Сразу через систему мы определяем, где этот адрес данного телефона автомата. Наряды наружные, срочно выезжают по данному адресу, удерживаем нарушителя. Любой городской, любой телефон, сотовый телефон любой системы, Билайн, Би Плюс, ЖСМ, телефон определяется. В декабре 2005 года героем репортажа в новостях губернии стала жена приходского священника из Комсомольска на Амуре, победившая в конкурсе «Миссис Комсомольск». Имя и фамилию матушки автора репортажа решили не называть, потому что у ее мужа из-за участия попади в конкурсе красоты и без того были некоторые неприятности по службе. Хотя «Миссис Комсомольк-2005» на самом деле определялась по совокупности качеств, главным из которых была не столько модельная внешность, сколько талант рукоделия и ведение домашнего хозяйства. Матушка увлекалась изготовлением коллекций одежды и даже исторических костюмов в дренировском стиле и вдохновлялась рок-музыкой. Вот мне не хочется, я ее включаю и все. А теперь о главном событии Хабаровска 2006 года. В последних числах декабря в десятки раз снизили цены на китайском рынке. Именно так чаще всего называли вещевой рынок на улице Выборгской. Торговали там в то время почти исключительно гастарбайтеры, чаще всего граждане Китайской Народной Республики. И без того вполне доступные цены стали совсем смешными после того, как был принят закон, запрещающий иностранным гражданам заниматься в России несколькими видами трудовой деятельности, в том числе торговать на рынке. Китайская община до конца года пыталась договориться с местными властями, чтобы обойти этот запрет. В Хабаровском крае было тогда 2000 уличных торговцев без российского гражданства. Однако закон был федеральным, и когда до вступления его в силу с нового года осталось всего 10 дней, цены на рынке резко упали. Китайские продавцы спешили избавиться от товара, который не успели продать по нормальным ценам. Наплыв покупателей был таким, что на Выборгской установили особый режим движения автотранспорта только в одну сторону. Вы по телевизору говорили, и знаки стоят. Купили по дешевке. У вас аж нос красный. Замерзли. Конечно, замерзли. Конечно, долго. Кстати, несколько лет продавцов-иностранцев на хабаровских рынках не было. Потом они опять появились. Но об этом уже не сегодня. Проект «Губерния все 20 лет» продолжится в понедельник. Продолжение следует...